Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Поговорим с вами о 20-х годовщине WoW. Начнётся она совсем скоро, хотя в зависимости от того, когда вы будете смотреть видосик, быть может она уже стартанула. Дата её начала 22 октября. Кончится 20-е годовщина в январе, 7 января. Очень много времени дано на то, чтобы всё абсолютно профармить. В тот момент, когда мы заходим, нам дают приветственный квест, первоначальный. Ещё одно своевременное приглашение. Нам нужно посетить пещеры времени. Именно там будет проходить праздник. Красота! Выглядит всё нереально активно. Тут много людей, тут много игроков, тут много мобов, тут много различных интересных товаров. Тут куча-куча всего. Ачивочки, новая валюта, новые питомцы. Есть чем заняться. Реально, есть чем заняться. На стриме я уже многое сделал. Запись, само собой, стрима будет в описании к этому видосику. Ну а на видосике я там сам, я расскажу вам вообще, чем можно заняться, что можно поделать. Тут имеется три активных события. Прям вот в этой мини-локации. Первое, это ездомания. Получается, нам нужно юзать того маунта, который будет показан на сцене. Таким образом, мы будем вылутывать ачивочки. Ачивочки нужны для мета-ачивы. То есть, появляется маунт, мы его кастуем. Модификация, по-моему, пламбер позволяет юзать маунта, нажимая иконку на экране. Таким образом, мы экономим своё время. Нам не нужно в поиске выводить нужного маунта. Рядом находится сценка. Это сценка сказителя. Тут ивент проходит дважды в час. В 0 минут и в 30 минут. Жмём Extra Button. 50 раз нужно его нажать с целью того, чтобы вылутать ачиву для мета-ачивки. Дальше третий имеется ивентик. Это модная лихорадка. Она будет стартовать в 15 минут. И кончится она в 20 минут. Я пока видосик записывал, уже её пропустил. Но ничего, не беда. Нам всего-то там нужно один разок нажать. Но есть ачивы также и на 20 штучек. Мета-ачивка. Давайте её рассмотрим. Что она вообще из себя представляет? В ходе этой мета-ачивы мы должны сделать многое. А именно, мы должны хотя бы одного маунта кастануть, который будет показан на сценке. Далее, мы должны дать хотя бы одну оценку какому-либо сетику. То есть, мы кликаем по игроку и, взяв ленту с столика, жмём Extra Button. Таким образом, можно 5 разных игроков прокликать. Маленькие шалости. Ачив довольно-таки интересный. Мы должны подойти к сундучку. В этом сундучке мы забираем зеркало для питомцев. Забираем зеркало для питомцев. Юзаем какого-нибудь своего питомца. Любого вообще абсолютно. Жмём зеркало. И мы превращаемся в питомца. Таким образом, у ДК может быть 3 вурдалака. Вау! Притом он сам вурдалак. Дальше, следующая ачива. Воздухоплаватель. Разные шарики летают по этой мини-локации. Юзаем разные шарики. Таким образом, получаем ачиву. Шум с галёрки. 50 Extra Button. Рядом со сценкой Хранителя Истории Чо. К истоку. Убиваем вурлбоссов. Никто не звал. Убиваем вурлбоссов. Редактор кодекса Ankerage. Хоть и Близзы говорили, что много будет доступно контента без ТВВ, но, походу, конкретно для этого нужно иметь дополнение ТВВ купленное. Может быть, это пофиксят. То есть, таким образом, мы вылутываем маунта. С маунтом разобрались, с мета-ачивкой разобрались. Жетон Торжества Бронзовых Драконов. Основная валюта, которую мы вылутываем в ходе текущего праздника. Вылутывать её можно еженедельно. Но некоторое количество жетонов мы получим только за те активности, которые можно сделать вообще единожды. Единожды мы можем сделать те квестики, которые являются приветственными. То есть, тот момент, как только мы попали в эту мини-локацию, мы болтаем с одними мобами, болтаем с другими мобами. Таким образом, мы вылутываем 8 жетончиков. Также нам дают квест, который мы можем сделать единожды. Это правда о клане чёрного железа. 5 жетонов. То есть, один разок нужно сделать это. Один разок хотя бы Таурисана нужно убить. Окей. Также еженедельные активности. Куча различных квестов имеется здесь, еженедельного формата. К примеру, прохождение пяти подземелья в режиме предшествия во времени. Полный список я напишу справа слева на экране. Вы всё это увидите абсолютно. Также имеются виклики. Казалгаре. То есть, если у вас не куплено дополнение за Варвизин, то вы не сможете никак сделать эти виклики. И, само собой, вы никак не получите эти жетоны. То есть, компания Blizzard говорила о том, что какое-то количество наград вы получите, даже если у вас не куплено дополнение. По факту, они правы. Но вы будете вылутывать меньше жетонов. Давайте немного рассмотрим всё это. Единожды вы получите 13 жетонов. То есть, сделав квесты, которые можно сделать вообще один раз на всём аккаунте. Далее, 18 жетонов можно вылутать, находясь в этой мини-локации, делая виклики конкретно отсюда. И их 6 штук. 6 штук умножаем на 3. 18. И также в Казалгаре, то есть, получается, в вообще всех этих локациях, можно вылутать 17 жетонов еженедельно. То есть, если у вас нет купленного ТОВ, то каждую неделю вы будете терять 17 жетонов. Это существенно. Раскал про мета-ачиву, рассказал про жетончики. Поговорим ещё и о других новинках, которые имеются. У нас имеется рейдик в формате LFR. То есть, если мы не хотим его уйти в героик формате ради того, чтобы вылутывать гига-вещицы, ради того, чтобы напрягаться на боссах, можем сходить LFR-чик, подлутать ачивочки, подлутать выполнение квестика и забить вообще на трейд. Также у нас имеются данжики, 6 данжей, разные крылья. Забытый город, например, 2 крыла имеется, Стратхольм 2 крыла. Проходим абсолютно все 6 данжей, тоже вылутываем ачивочку. Таким образом, ещё фармим знаки. Знаки нужны в огромном количестве для того, чтобы купить абсолютно все-все-все товары. Мне вот, например, чуть-чуть не хватило. Также можно купить баджики на репутацию, к примеру, с племенем Зандалар. Это давняя фракция, которая была удалена, и, возможно, у вас так же, как у меня, 0 из 3000. Подапы, ради того, чтобы повысить свой счётчик на превознесение, хороший вариант. На этом всё. Если у вас имеются какие-то вопросы, то дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!